Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Контроль на земле и в воздухе. Какие мероприятия проводят специалисты, чтобы защитить нижегородцев от лихорадки Эбола? Поднять уровень для сохранения судоходства. Появилась альтернатива поднятию уровня Чебоксарской ГЭС. Вызов принят. Кто из тех, кому мы передали эстафету в водяном флешмобе, откликнулся? Безопасность превыше всего. В преддверии 1 сентября полицейские проводят проверки общеобразовательных учреждений. Стоп, снято. Сегодня празднуют День российского кинематографа. Об этих и других событиях среды я и мои коллеги расскажем в ближайшие минуты. В эфире служба новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Полторы тысячи человек скончались от лихорадки Эбола. Более двух с половиной тысяч заразились этим опасным заболеванием. Сейчас в странах Западной Африки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия по установлению источника инфекции и пути передачи вируса. Во избежание попадания лихорадки в Россию пристальное внимание уделяют иностранным рейсам. В Нижегородском аэропорту все пассажиры проходят через тепловизоры. Евгения Иванова встретила самый ранний утренний рейс из Африки. В 4.40 утра в Нижегородском аэропорту приземлился рейс из Хургады. На борту только российские туристы. И хоть отпуска они провели в Африке, нижегородцы за свое здоровье не беспокоятся. О лихорадке Эбола в Египте знают только из СМИ. В принципе все хорошо. То есть там в общем-то, мне кажется, это более надуманная проблема, чем она на самом деле существует. Ну во всяком случае в Египте. Такие развитые страны все равно как-то защищаются, контролируют. Как вот у нас, санитарный контроль все равно. Там тоже такие строгие, когда это пропускают. Контроль за границей и санитарный контроль на родине. Сначала после приземления на борт самолета заходят специалисты санитарно-карантинной службы, которые узнают у экипажа о состоянии пассажиров. После этого все пассажиры проходят через тепловизор. Прибор дает знать, есть ли температура человека выше 36,6 градусов. Сейчас моя температура тела в норме, поэтому прибор никак не реагирует. Но стоит тепловизору зафиксировать даже небольшое повышение температуры, он начинает издавать звуковые сигналы. Это заметно даже на примере обычной зажигалки. При выявлении пассажира с повышенной температурой мы измеряем температуру термометром, собираем эпитанамнез, приглашаем медработника здравпункта аэропорта, который осматривает больного, ставит предварительный диагноз. И если имеется подозрение на инфекционное заболевание, мы госпитализируем такого больного в инфекционный стационар. Также у нас будет проводиться учение с вводом условного больного по геморрагической лихорадке Эбола. Особое внимание уделяется африканским студентам, которые перед новым учебным годом возвращаются с каникул из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Всего в наших вузах обучаются более 30 таких иностранцев. Я хочу обратить ваше внимание, что прямых сообщений с неблагополучной лихорадкой Эбол странами Нижний Новгород не имеют. Все студенты, которые к нам возвращаются в Нижний Новгород, они прибывают через Москву. И еще уже в Москве, вернее, они проходят санитарно-кранцельный контроль. На данный момент в Нижний Новгород вернулось двое африканских студентов. Их уже осмотрели в 9-й инфекционной больнице и отпустили. Если при будущих осмотрах других иностранцев у медиков возникнут подозрения на заболевание, пациентов с симптомами лихорадки госпитализируют. Это высокая температура, это жалобы боли в ногах, в теле, и это высыпание. А специалисты успокаивают нижегородцев. Из Африки в наш город прибывают только рейсы из Египта и Туниса. Там, как и в России, не зафиксировано ни одного случая геморрагической лихорадки Эбола. Вопрос развития судоходства при условии обмеления рек 27 августа вновь обсудили в правительстве Нижегородской области. В качестве альтернативы поднятию уровня Чебоксарской ГЭС до 68-го отметки предложили установить так называемый низконапорный гидроузел. Сегодня это единственный вариант решения проблемы. Поднять уровень воды на участке городец Нижний Новгород необходимо, чтобы сохранить судоходство на Волге, ведь суда вынуждены долго простаивать в ожидании шлюзования или плыть с недогрузом. Низконапорный гидроузел позволит решить эту проблему с минимальным ущербом экологии. Проект гидроузла предусматривает, что он охватит территорию Балахнинского, городецкого районов, а также за Волжье поселок Большое Казино. Общая протяженность 41 километр. Обсуждается и вопрос возможности строительства дополнительных мостов и транспортных развязок. На протяжении маршрута будущего гидроузла будет поставлен 81 водометный пост, то есть система наблюдений за уровнем воды. Проектировщики отмечают, что Нижний Новгород и Держинск поднятие уровня реки не затронет. В зоне риска могут оказаться территории поселка Большое Казино. Речь идет об очень небольших территориях, которые не нанесут какого-то ущерба для Нижегородской области. Это возможные зоны подтопления, возможные зоны затопления, но они не должны касаться жителей Нижегородской области. Поэтому нет проекта. Сегодня есть предварительные расчеты, предварительные анализы. И говорить, какая территория конкретно будет занята именно водохранилищем, сегодня пока рано. По предварительным оценкам, предпроектные работы будут вестись до конца 2015 года. Оптимальным сроком для начала строительства правительство области определило 2017 год. Далее обзор чрезвычайных происшествий города и области. Два человека получили ранения в результате столкновения с семи автомобилей на Мазинском мосту. По предварительным данным, ведомником столкновения стал водитель самосвала, который во время спуска на мост не выбрал безопасную дистанцию. В результате самосвал протаранил масс, который по цепочке задел еще пять автомобилей. Два человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь. 60 миллионов рублей с такой суммой скрылись преступники, совершившие разбой на проспекте Героев. По предварительным данным, ночью 27 августа двое злоумышленников в камуфлированной одежде и масках напали на офис компании по перевозке дорогостоящих грузов. Угрожая автоматом, преступники нанесли охранник учебу удар по голове, бейсбольный бит, и открыто похитив у водителя экспедитора 60 миллионов рублей, скрылись. Сейчас проводится оперативное мероприятие, направленное на поиск преступников. Возбуждено уголовное дело. В Починковском районе готовится к открытию перинатального центра. Валерий Шанцев лично проверил ход работы. Это 13-й по счету перинатальный центр, который открывают в регионе. Он позволит повысить доступность и качество оказания медпомощи матери и ребенку. Если говорить по системе родовоспоможения, мы заканчиваем создание перинатальных центров. Их будет 13 с Починковским. И таким образом осталось нам для того, чтобы полностью завершить систему, достроить перинатальный центр в Дзержинске, который будет носить функции регионального. В России пациенты все чаще отмечают улучшения в работе больниц региона. Уже сейчас расширены возможности оказания медицинской помощи, проведен ремонт помещений, закуплено новое оборудование, улучшены условия пребывания больных. Двухлетнего малыша с ожогами 3-й и 4-й степени 27 августа доставили из города Нальчика Республики Кабардино-Балкария в Нижний Новгород. В полете ребенка сопровождали родные, врачи отряда Центра Спаса, специалисты Всероссийского Центра Медицин, катастрофы защиты и психолог Центра экстренной психологической помощи. 35% тела мальчика повреждено ожогами, которые он получил на пожаре, произошедшем в Чигемском районе Республики Кабардино-Балкария. Состояние ребенка тяжелое, стабильное, транспортировка без ухудшения. Состояние сейчас наши коллеги подъедут, мы передадим ребенка в карету скорой помощи и он будет доставлен, как я еще раз говорил, в федеральный ожоговый центр. В аэропорту города Нижнего Новгорода спецборд встречала оперативная группа ГУМЧС России по Нижегородской области. В сопровождении экипажа ГИБДД ребенок был доставлен в НИТО. До выборов остается все меньше дней, а рекламных роликов все больше. Одни призывают голосовать за конкретного кандидата, другие приходить на выборы. Нарисованный человечек из детской песни бодро шагает на избирательный участок. Подобные видеоролики с приглашением нижегородцев принять участие 14 сентября в выборах губернатора появились и в нашем эфире. Ролики ориентированы на различные категории избирателей, сопровождены сурдопереводом. Цель прежде всего является в том, чтобы проинформировать максимально избирателей о самой процедуре голосования, об этом дне голосования и с тем, чтобы его мобилизовать на исполнение гражданского долга. Тем временем кандидаты в губернаторы продолжают вести свою агитационную кампанию. По словам Михаила Кузнецова от «Патриотов России», график его встреч с избирателями очень плотный. Мы объехали уже более 10 районов. Для нас было интересно получить такую обратную связь, что наш программ действительно оказался адекватной, управленчески состоятельной, и каждая категория граждан находит там что-то для себя. Промышленники нашли для себя, жители деревни для себя, бюджетники увидели положительные тенденции для себя. И смотрите во второй части нашего выпуска. Вызов принят. Кто из тех, кому мы передали эстафету в водяном флешмобе, откликнулся? Безопасность превыше всего. В преддверии 1 сентября полицейские проводят проверки общеобразовательных учреждений. Стоп, снято! Сегодня празднуют День российского кинематографа. Я напоминаю, вы смотрите служба новостей «Город». Редакция газеты про «Город» тоже присоединилась к знаменитой на весь мир благотворительной акции в пользу больных боковым амиотрофическим склерозом Ice Bucket Challenge. Им во вторник наш корреспондент Анастасия Данникова бросила вызов в своем сюжете. Мы перенимаем эстафету телеканала «Первой городской» и присоединяемся к мировому движению. В свою очередь мы бросаем вызов Радио Мария, пресс-службе администрации города и Олегу Кондрашову. Напомним, акция Ice Bucket Challenge, что приводится как испытание ведром ледяной воды, стартовала в июле этого года в США. Ее цель – привлечь внимание к общественности, к неизлечимому заболеванию центральной нервной системы. Боковым амиотрофическим склерозом страдает известный физик Стивен Хокинг. Тем, кто готов поддержать акцию, нужно вылить на себя ведро холодной воды и разместить видео в интернете. После чего необходимо бросить вызов своим друзьям. Если те не выполняют задания в течение суток, они обязаны сделать пожертвование в пользу фонда больных в размере 100 долларов. В Нижнем Новгороде планируют создать центр художественных промыслов. Об этом не только расскажет Юлия Карабасова в рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте. В Нижегородской области снижается пожароопасность. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по Нижегородской области. Сейчас в основном в регионе установились первые и второй классы пожароопасности. Третий класс частично действует в шести муниципальных образованиях. На Бару, в городе Выкса, Большемурашкинском, Лысковском, Починковском и Княгининском районах. Напомним, с 26 по 27 августа было объявлено экстренное предупреждение о сохранении в некоторых районах региона чрезвычайного пятого класса пожароопасности. Массовые проверки водителей пройдут в Нижнем Новгороде 30 августа. Автомобилистов проверят на соблюдение безопасной перевозки детей-пассажиров. Рассредоточатся сотрудники ЕВДД в основном возле школьных базаров и крупных торговых центров. Несмотря на ужесточение наказания за нарушение правил перевозки несовершеннолетних год назад, число недисциплинированных водителей остается высоким. С начала этого года выявлено более 10 тысяч подобных нарушений, за которые предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. В акции примет участие и руководство ведомства. В преддверии Дня знаний полицейские проверили почти 600 образовательных учреждений города. Особое внимание в школах, детских садах и других учебных заведениях правоохранители обращают на наличие камер видеонаблюдения, запасных аварийных выходов, охраны, а также техническую оборудованность учреждений системами контроля доступа. Ежедневно проводятся инструктажи с педагогическими коллективами, как нужно действовать, если на территории школы или детсада обнаружены подозрительные предметы, появились посторонние люди или произошла какая-либо чрезвычайная ситуация. На территории Щелковского хутора построят город мастеров. Планируется сделать его центром художественных промыслов, туризма и культуры. Там будут проводиться мастер-классы, выставки и различные мероприятия, а также будут продаваться изделия народных художественных промыслов. Появится город мастеров в Нижнем Новгороде, скорее всего, в концу следующего года. Это был весь короткий обзор событий среды 27 августа. Фильм, фильм, фильм. Сегодня празднуется День российского кино. Нижний Новгород, наряду со столицами, уже давно стал излюбленным местом для съемок кинокартин. Привыкли к этому нижегородцы, тем более, что теперь можно не просто быть зрителем, а участником съемочного процесса. Екатерина Вологина пообщалась с простыми нижегородцами, которые тоже делают российское кино. Блин, а давайте здесь затусим. Ну, типа, по тихо всех позовем? Конечно, затусим. Только не мы. Внимание! Здесь и сейчас начинается территория выпускников. Полностью свободно за своих родителей. Кажется, что с таким размахом могут отдыхать только столичные выпускники. Но в кадре, кроме российских звезд, обычные нижегородцы. Их в массовке больше половины. Место съемок – город Нижний Новгород. Школы, набережная, дворы. Семья Кирилловых в этом фильме сыграла свою роль, правда, за кадром. Они создавали декорации к сценам. Пожертвовали собственным диваном, шкафом и другими вещами с дачи. Как могли, воплощали замысел художника. Выходит, значит, женщина из школы и говорит, я буду за вами следить. И если будет хоть одна дырка, вы мне поставите новые двери. И вот как хочешь, пляши из этого, и как хочешь, из этого выходи. То есть мы вышли из этого, конечно, из этой ситуации. Мы сделали деревянные двери, не просверлили ни одной дырки. Другой сложностью было то, что в фильме школа, как место действия, одна. В действительности точек съемок было несколько. За учебное заведение выдавали разные школы, подвалы и даже бомбоубежище. Я видел это вахтовом зале, что они там натворили. Лавочки перевернуты, все перевернуто, стулья выброшены в окно. И один выпускник типа спрыгнул из окна. Но на самом деле он не спрыгнул, а там был такой вот балкон. Семья рассказала, что атмосфера на съемочной площадке была очень дружелюбной. В перерывах между съемками удалось пообщаться с московскими артистами и сценаристами – Александром Незлобиным и Сергеем Светлаковым. Кстати, премьера фильма на больших экранах совсем скоро – 9 октября. День российского кино в съемочную площадку превратилась в площадь Минина и Пожарского. Это место не раз привлекало внимание столичных режиссеров. Но сегодня здесь снимают нижегородское кино. И главная актриса – претендент кинотитул «Мисс Нижний Новгород». У каждой из 12 девушек свой образ – спортсменка, бизнес-леди, кокетка, хиппи. Наталье Шуваловой досталась роль рокерши, которая любит мотоциклы. В обычной жизни девушка прилежно учится в институте и предпочитает носить платье. Смотришь, когда фильмы, кажется, все легко. Актеры очень хорошо играют. Но как сама актриса, не знаю, очень стараемся, делаем несколько дублей. По сюжету фильма с рабочим названием «Миссия выполнима» девушки едут на экскурсию по Нижегородской области и попадают на конкурс красоты. Первый съемочный день показал, что для конкурсанта роль актрис – действительно выполнимая задача. Мы на кастинге задавали им вопросы, и они должны были показать себя таким образом, что они могут еще что-то на камеру сделать, помимо того, чтобы просто пройтись там по подиуму. Поэтому я думаю, что с этим делом у нас все хорошо. Девчонки действительно настоящие актрисы, и для них это отличное начало, какой-то рывок творческий. Съемки фильма будут проходить параллельно с подготовкой к конкурсу. Они пройдут в городе и области. Скоро, например, девушки отправятся сниматься в Болдино. Нижегородская кинокартина станет своеобразной визитной карточкой города, где будут показаны самые красивые места и самые красивые девушки. Премьера фильма назначена на 17 октября, в день финала конкурса «Мисс Нижний Новгород». Екатерина Вологина, Михаил Корякин, служба новостей город. Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Видимо, хозяин этой машины чем-то насолил жителям двора, и те насыпали ему на крышу хлеб и зерно. Ну или просто у воробьев хороший вкус, и вместо веток на деревьях они выбирают дорогое авто. Автор этого фото не смог пройти мимо мусорки. Прекрасные алые розы украшали урну на площади Горького. Цветы были свежими и очень красивыми. На улице Горького напротив отеля был сделан следующий снимок. Видимо, кто-то испытывал свою молодецкую силу. В результате такого хулиганства остановка почти полностью оказалась разрушена. Теперь она только портит общий вид улицы. Электронная система управления очередью позволяет создать комфортные условия ожидания для клиентов. Но это табло явно хочет создать хаос и переполох, отправив в одно окно сразу пять человек. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наши первые. Но для этого выкладывая их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской ОНН». Далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что хорошего произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Хорошие новости. У меня внучка хорошенькая растет. Уже четыре месяца, пятый месяц покрестили. Все, уже она человек. Как говорится, уже от Бога. Все у нас очень хорошо. Сегодня я выиграла процесс для своего клиента. Так что и я довольна, и он, наверное, тоже доволен. Мы приехали из Саратова, гуляем по вашему городу. Все очень необычно, все очень красиво, все замечательно. Нам очень нравится. Собираю школу, хочу купить самый крутой портфель. Недавно у меня было день рождения, все было круто. Вот мы до сих пор празднуем. Вот в Нижний Новгород приехал с Казани. Давно мечтал. Сбылась мечта. Уже хорошо. Ну, мы отдохнули. Собираемся в школу идти. Первый сентября только уже не первый класс, а во второй. Ой, мы уже выросли. Да, Даня? Вот, ходили, смотрели, что может быть еще нас нет в школе. Это хорошие новости. И теперь погода и приближение осени в Нижнем Новгороде уже ощущается. На улице стало заметно прохладнее. Посмотрим, что будет дальше. Прогноз на завтра представит Анастасия Клепнева. Добрый вечер, Маша. По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Тиховей на Руси его прозвали потому, что в это время было принято наблюдать за ветром. Если ветер был спокойным, то осень будет солнечной. Ну, а если быстро и стремителен, то будет ненастье. В эту пору играть заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день – это последний шанс посвататься к понравившейся девушке. Ну, а по прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в Нижнем Новгороде будет плюс 19 градусов. Облачно без осадков. Ночью небо прояснится, но похолодает до 12 градусов. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события и сняли у нас высоту или видеокамеру, обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 217-0171. Я также напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем сайте, адрес которого сейчас на ваших экранах. Но на этом информационный блок не заканчивается. Далее мы расскажем вам о чудесах преображения. Из офисной скромницы и одиночки в элегантную бизнес-леди и покорительницу мужских сердец. Нижегородка Татьяна Бурова стала первой участницей нашего нового проекта «Большая перемена». Ведущие рубрики Ирина Демидова и парикмахер-визажист Екатерина Сенцова потратили денег, чтобы поменять внешность героини. В конце съемок не только подруги, но и сама Татьяна не узнала себя. Сегодня в гостях у «Большой перемены» офисная скромница. Жизнь Нижегородки проходит в режиме «работа-дом». Она давно забыла о том, что такое макияж и прическа. Мы обещаем, что в конце рубрики наша героиня скажет «нет» серым будням. Знакомьтесь, Татьяна Бурова, 34 года. Большую часть времени проводит на работе в банке. Когда появляется свободная минутка, читает книги. Живет с родителями, но мечтает о своей семье. В этом году Нижегородка празднует юбилей. Преобразить Татьяну решили коллеги. Именно они и отправили заявку на участие в «Большой перемене». Татьяна, здравствуй. Здравствуй. Ну как, ты готова к преображению? Готова. Ну пойдем, пока не передумала. Пойдем. Здравствуй, Катя. Здравствуйте. Встречаю нашу героиню, Татьяну. Очень приятно. Екатерина Сенцова. Парикмахер-визажист. Стаж работы – 15 лет. Катя, присаживайся. Катя, скажи, на первый взгляд, что будем менять? Ну, волосы, конечно, у нашей клиентки просто замечательные. Вообще, в принципе, как бы я поиграла бы немножечко вот здесь вот со стрижечки в районе лба, потому что лоб надо как-то обыграть. Лицо приближено к овалу, то есть овальное лицо считается идеалом. Поиграем немножечко с цветом, ну и сделаем стрижечку. Отлично, увидимся после «Большой перемены». Отворачиваем Татьяну от зеркала. Впереди ее ждет полное преображение – стрижка, окраска, мейкап. Танюш, все-таки красивые серы и голубые глаза. Я думаю, что если мы усилим медный оттенок в твоих волосах, то они будут еще более голубые и красивые. Хорошо? Давайте попомним. Танюш, ухаживаешь за волосами, пользуешься кондиционерами, масками? Время-то времени. А почему? Мне кажется, что после кондиционера мои волосы более жирные. Наверное, ты просто его неправильно наносишь, потому что шампун смывает у нас естественный жир, который выделили из сальной железы, а кондиционер мы должны наносить на волосы по длине, избегая попадания на корни волос. Таня, самая короткая стрижка, которая у тебя была в последнее время? Мне уже сюда пришла достаточно короткая постряжка. Значит, я тебя приятно удивлю. Я хочу сделать тебе ярче глаза и подчеркнуть губы. Потому что форма губ не совсем правильная, и нам нужно, скажем так, нарисовать верхнюю губу. Вот это да, Татьяна, ты прекрасная. Кате, расскажи, почему именно такая прическа, такой макияж? У Татьяны очень густые волосы, действительно очень хорошие, очень качественные. Но мне захотелось подчеркнуть ее шею, чтобы она была более выразительной. Она не хотела все-таки носить челочку, и я ей учла ее пожелания, добавила таких вот медных бликов в окрашивание, выделила глаза, ну и подчеркнула губы. Готова уже посмотреться? Да, надо уже посмотреться. Ну тогда разворачиваем. Ого! Неожиданно. Никогда такой не была. Ты будешь поддерживать этот образ, и что ты все-таки поменяешь, сделаешь по-своему? Нет, пока оставлю этот образ, а потом что-нибудь новое еще попробую. Сейчас Татьяну ждет встреча с коллегами, которые были инициаторами преображения. Встречайте! Обновляем Татьяну! Ух ты! Очень красивая стрижка, необычная. Я Тань давно не видела с такими короткими волосами, с такими вот гладенькими, идеально уложенными. Мы очень рады видеть нашу подругу, такой сверкающей, радостной и замечательной. Будем надеяться, что это новшество, тебе удался толчок к новой жизни. Спасибо. Девушке, на ваш взгляд, большая пепела удалась? Да, конечно! Безусловно! Вот так офисная скромница превратилась в элегантную бизнес-леди. Если вы тоже хотите поменять свой образ, пишите заявку на почту, адрес которой на ваших экранах. И, возможно, большая перемена ждет именно вас. До встречи! Парикмахер-визажист Екатерина Сенцова. Записывайтесь по телефону 8 904 393 0906. Продолжение следует... Парикмахер-визажист Екатерина Сенцова. С знаком «Плюс» ясно.